Без денег и крыши над головой. Жилищные махинации в Запорожье набирают обороты. Я не знаю, с кого мне теперь просто спрашивать. Меня обманули, а как мне восстановить справедливость, мне совсем непонятно. Как не стать жертвой махинаторов? Мне страшно оставлять там ценные вещи, мне страшно там жить. Сегодня лжерейлторы придумывают все новые способы обмана. Как не попасть в паутину жилищных махинаций? Смотрите далее в программе расследований. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они тоже влетают в хорошую копеечку. При среднестатистической заработной плате в 3,5 тысячи гривен отдавать такую сумму за жилье для многих очень накладно. А погоня за дешевизной удачно играет на руку квартирным аферистам. Желание сэкономить сыграло с Татьяной злую шутку. За помощью в поиске хорошего жилья девушка обратилась в обычную риэлторскую фирму. Единственное условие клиента – относительно недорогая стоимость. Риэлтор оперативно нашла мне жилье, которое подходило по всем параметрам и по цене, и по местоположению. Находилась она в районе Вознесеновского рынка. Это адрес улицы Победы, 87А. Мы поехали смотреть квартиру в тот же день. На месте Татьяну ожидал парень по имени Антон, который представился хозяином квартиры. Центр города, рядом Вознесеновский рынок. Минута пешком от остановки общественного транспорта на Победе и ты дома. Жилье, конечно, эконом-вариант, но я просматривала объявления длительное время и на сайтах, и в других источниках. И я увидела, что за такую цену что-то лучше найти это просто невозможно. Мне это не удалось. Тем более, очень подкупило то, что хозяин сказал, в эту сумму входили все коммунальные услуги. Естественно, кроме воды и света, которые я должна была оплачивать по счетчикам каждый месяц. Низкая цена Татьяну не смутила. Ее предупредили, что ремонта в квартире не было давно и сантехника находится в неисправном состоянии. Антон пообещал приехать утром следующего дня со слесарем и все починить. Поэтому девушка согласилась на поставленные условия. Договор подписали сразу на месте. И Антону авансом была передана сумма за два месяца. В 10.30 на следующий день раздался стук в дверь. Я же открываю, думаю, что это этот Антон. Сейчас он сделает сантехнику. Спрашиваю, кто там. Мне говорят, хозяева квартиры. Я открываю дверь, встают абсолютно другие люди. Говорят, вы кто? Я говорю, вы кто? И тут выясняется, что эта квартира принадлежит им. Хотя потом документы они мне так и не показали. Кто такой Антон? Они понятия не имеют. Эту квартиру они где-то год назад сдали другому человеку, который потом пересдал ее этому Антону. И все это с этих слов я совсем ничего не поняла. Новоиспеченные хозяева сообщили Татьяне, что за этой квартирой их оставил присматривать племянник, который является владельцем жилья. И они решили сдавать ее в аренду. Около года назад пара сдала ее другу своего сына. И он пропал. Полгода не выходил на связь. Устав от его поисков, Владислав и Валентина решили сменить замки. От комментариев на камеру пара категорически отказалась. Мы с ними посидели, подумали, что нам делать. Позвонили этому Антону. Он сказал, что сейчас подъедет. Естественно, никто не подъехал. Мы прождали его часов до двух. Во время телефонного разговора мужчина эмоционально убеждал, что такая же жертва. И это его обманули. А он просто решил пересдать жилье, чтобы вернуть свои деньги. Но сразу после разговора телефон мошенника оказался вне зоны доступа. Валентина и Владислав, которые, по их словам, присматривают за квартирой племянника, заверили девушку, что ни о каком Антоне они никогда не слышали. Но, тем не менее, через два дня он сам вышел с ними на связь. Он перезванивает и говорит, тетя Валя, это я. Я говорю, я это кто? Он говорит, я это Антон. А говорит, тетя Валя, я сегодня не могу подъехать. Я там, короче, сегодня, Чикода. Я там в командировке, говорит, в Новой Каховке. Я смогу к вам подъехать только в среду. Давайте с вами увидимся в среду. А я ему и говорю, Антон, говорю, вам сейчас и немедленно нужно позвонить, говорю, Татьяне. Так вы что-то знаете, кто такой Антон? Девочка, я же не знаю его. Вопросов становилось все больше. Изначально хозяева рассказывали, что не могли найти человека, который арендовал у них эту квартиру. Назвали его другом своего сына Андреем. Позже оказалось, что этот друг сам в течение года сдавал квартиру Антону. К слову, заметно, что в квартире кто-то обитал. Кое-где попадалась одежда и обувь, в ванной висели полотенца и лежало мыло. Да и на кухне остались следы прошлых жильцов. Вызывает подозрение тот факт, что Валентина и Владислав не появлялись в квартире год. Хотя логично предположить, что поиски афериста необходимо начинать именно с жилья. А приехала парочка менять замки буквально на следующий день после переезда Татьяны. Очень странное стечение обстоятельств. Если Валентина и Владислав, которые присматривали за квартирой племянника, действительно искали афериста, то искали они его, видимо, не там. И искали ли вообще? Совпадений было слишком много, чтобы в них поверить. И непонятно, как такую очевидную аферу не заметил сам риэлтор. На данный момент мы сделаем все возможное, чтобы у вас была квартира. То есть мы уже за услуги ничего не будем брать. Мы только сделаем все для того, вернем вам деньги, для того, чтобы вы жили в нормальной квартире с нормальными веществами. Да, это наш недочет, мы не посмотрели документы. Вот так вот. Директор риэлторской фирмы заверяет, с подобной ситуацией столкнулись впервые. Для нас такого не было, видите, как в спешке все. Вроде и хозяин, он показывал, все, мы просто ему уже раза три привозили людей, он там что-то делает, но никто даже не мог подумать, что он там никаким боком. Хозяева девушку пожалели и выгонять из квартиры не стали. Договорились искать мошенника вместе. А если он так и не объявится в ближайшие сроки, Татьяне все же пришлось бы либо платить уже им те же 3000 гривен, либо съезжать. Как-то непонятно, они не звонят мне, они не появляются, их вообще не интересует то, что я уже продолжаю жить в этой квартире, никаких претензий они мне не выставляют. За выходные Антон так и не появился и стало понятно, что деньги Татьяне никто не вернет, а из квартиры в скором времени выгонят. Поэтому в понедельник девушка отправилась писать заявление в полицию с надеждой, что там ей помогут вернуть деньги или хотя бы задержать мошенника и наказать виновных. В Орженикидзовском отделении полиции рассказали, что не в первый раз слышат о подобной ситуации. Более того, спустя буквально полчаса личность мошенника установили. Он уже не раз привлекался по мелким уголовным делам, а его супруга, по словам полицейских, уже прибывает в СИЗО. Буквально через 20 минут, пока я еще писала даже это заявление, мне принесли распечатанное фото мужчины, вот как раз который представился Антоном. То есть он уже привлекался по каким-то мелким уголовным делам, мне пообещали, что они его найдут. Что мне делать дальше, я не знаю. Как нам сообщили, оперативная группа уже начала заниматься установлением местонахождения лица, совершившего преступление. Работники полиции по телефону заверили, что найдут мошенника в кратчайшие сроки. Общаться с журналистами на камеру до окончания следственных действий отказались. А Татьяна теперь ищет себе новое жилье, внимательно читает документы, которые ей показывают, и ждет результатов работы полицейских, которые по телефону заверили, что найдут мошенника в скором времени. Как только будет известно, что это я вам обязательно сообщу. В любом случае будут проводиться следственные действия, там, где нужно будет, необходимо ваше участие. В любом случае, как бы, ну, я вас вызову. По словам Валентины, полицейским уже удалось вычислить молодого человека, который сдал Татьяне в аренду чужую квартиру. Мошенника женщина увидела, когда ее с мужем вызвали на допрос. Чтобы развеять сомнения, женщина, по ее заверениям, уточнила личность молодого человека у следователя. Я вижу, он записывается, но он не сказал, что он к ней записывается. И звучит фамилия Крутиков, я не слышала имя. А я так на нее глаза, она еще когда в дверь вышла, спрашивает, вы, Валентина? Я говорю, да. Она, это, я на нее глаза подняла, я типа спрашиваю глазами. Он, она так, вроде кивнула головой. Но вот я его тогда в милиции первый раз увидела. Валентина рассказала, что полицейские нашли не только Антона, но и парня, который пересдал квартиру Антону. Но Татьяне пока никто не звонил и на опознание не вызывал. По телефону следователь подтвердила, что мошенник был в райотделе. Но почему мужчину не задержали, выяснить пока не удалось. В ответ на письменный запрос полицейские подтвердили историю, которую рассказали временные хозяева квартиры. На теперешний час досудовое расследование продолжает. Обстоятельства правонарушения все еще устанавливаются. Деньги на ветер. Очередная квартирная махинация риэлторской конторы оставила людей без средств к существованию. Мы, получается, заплатили за то, что не получили. Ну, гарантия, по большому счету, клиент не получает, к сожалению. Как распознать обман и на какие пункты в договорах стоит обращать особое внимание? Смотрите далее в программе «Паутина». Жертвами квартирных аферистов регулярно становятся десятки запорожцев. Молодые супруги, пожелавшие остаться неизвестными, столкнулись с очередным обманом. В этот раз квартира съемщиков обвела вокруг пальца агентство недвижимости. Пара попалась на удочку так называемых черных риэлторов. Мы долго искали жилье самостоятельно с помощью интернет-ресурсов. Это ОЛХ, другие порталы. Собственно, это, так сказать, агентство мы и нашли на сайте ОЛХ. Деньги за свои услуги подобные конторы обычно берут немалые. Но за эту кругленькую сумму обещают найти именно то, что вам нужно и, что важно, в кратчайшие сроки. По условиям договора, агентство ФЛП «Прятков», в которое обратились герои нашего сюжета, было обязано предоставить клиенту не конкретную квартиру для жилья, а оказать информационные услуги для улучшения поисков. Деньги заплатили заранее. Но надежды потенциальных квартиросъемщиков не оправдались. Мы пребывали в полной уверенности, что это риэлторская фирма, потому что нам обещали подобрать нужные нам варианты, интересовались, что именно мы ищем, сколько комнат в квартире, какая стоимость нам подходит, где квартира должна располагаться. Мы были заинтересованы, нам предоставили также очень заманчивое предложение, что не мы, как ориентаторы, должны оплачивать услуги агента, а хозяин, чья квартира сдается. Такое очень редко встречается, поэтому мы сразу согласились. Реклама выглядит так. За комиссию агенту в размере всего в тысячу гривен мы каждый день в течение недели будем предоставлять тонны нужной вам информации. Просить можно, что угодно. Квартиру с евроремонтом и всей бытовой техникой за две тысячи в месяц – да, легко. В центре города за полторы, и чтобы в эту сумму входили все коммунальные услуги – проще простого. Все, что так желаемо дорогому клиенту. Они сказали, что это что-то наподобие залога. То есть, когда мы находим квартиру, которая нам нравится, мы оплачиваем хозяину только разницу между стоимостью квартиры и суммой в 1100 гривен. В подтверждение своих обещаний сотрудники агентства в вашем присутствии звонят владельцу. Он все подтверждает и назначает время для осмотра квартиры. Вы на месте в офисе платите оговоренную сумму денег, подписываете договор и едете осматривать квартиры по предоставленным адресам. И тут начинаются приключения. Отключаются телефоны, звучат ответы «Простите, уже сдали», «Нас затопили соседи», «Вам назвали заниженную стоимость». Случается что угодно, но в обещанную квартиру вы не поселитесь ни в тот день, ни в любой другой. Они нам дали контакты, адрес этой квартиры, номер телефона хозяйки. Мы, естественно, сразу же, как только вышли из этого агентства, начали звонить хозяйке. Сначала она очень долго не брала, взяла она телефон только где-то около 15-2 дня, сказала, чтобы мы перезвонили буквально через 10 минут. Мы звонили, как она попросила, она не брала трубку, дозвонились только в начале третьего, когда она сказала, что она уже уехала из квартиры и показать квартиру нам не может. Сможет она ее нам показать только после 6 вечера. Вечером, просматривая сайт, на котором пара нашла эту квартиру, они обнаружили, что именно это объявление исчезло. Оно стало неактуальным, как будто квартира уже сдана. И после 6 вечера хозяйка на телефонные звонки отвечать перестала. По словам девушки, после этого они пришли к выводу, что и номер, и сама хозяйка были подставными. Мы почувствовали что-то неладное в первый же день, на следующий день мы были в агентстве. Но на каждую нашу претензию девушки, работающие там, находили отмазку. Например, то, что они выполняют свои условия. Хотя я в первый же момент, когда зашла, мы уже поняли, что это не риэлторы, это информсервис. Я зашла к ним и сразу прямо им заявила, что меня не устраивает качество их информационных услуг. Потому что номера, которые они предоставляют, не соответствуют нашим требованиям. Агентство расположено в здании музыкального магазина по адресу улица Победы 2 в 300-м кабинете. На троих человек из техники, один мобильный телефон и нетбук. Номера телефонов даже не распечатывают, а пишут на листке бумаги. На все претензии клиента так называемые риэлторы отвечают механически, как будто по заготовке. Вы же видите, мы изучаем на клиенту, когда мы даем информацию с вариантами жилья. Не ключи мы раздаем, не документы на право собственности. Мы даем всю информацию по вариантам, которые по району более-менее соответствуют по параметрам. Но вы читали, да, вы видели, что так в чем проблема? Понятно, если вас не устроили, ни одна из наших квартир, пожалуйста, мы вам надеем новые квартиры. В офисе вам сочувствуют, просят прощения и выдают новые номера телефонов, написанные от руки. Вы прозваниваете и проезжаете по новым адресам, и история снова повторяется. Схема будет продолжаться, пока не закончится срок действия договора. Они нам ответили, что в данный момент они не смогут нам вернуть деньги, поскольку они еще выполняют условия договора и будут выполнять их на протяжении 6 рабочих дней, как там и указано. По такой схеме работает много агентств недвижимости, но не все из них мошенники. Просто некоторые продают заведомо ложные или несуществующие варианты, а доказать аферу в этом случае очень сложно. Еще сложнее вернуть деньги, которые ты уже заплатил. Что за месяц это затянется? После чего вы... Да, какой месяц. Ну, обыкновенный месяц. Да, у вас происходит, ладно, просто месяц. Потом, где люди впишут, что-то делают. Я же вам объясняю, что-то. Вы знаете, 6 дней можете снять квартиру, вам вообще не нужно писать никакого заявления. Хотя бы вернуть деньги, потому что мы, получается, заплатили за то, что не получили. По истечении 7 рабочих дней, как и указано в договоре, пара, так и не сняв желанное жилье, направилась в офис агентства с попыткой вернуть свои деньги. На месте девушке дали бланк для заявки, но не на возврат средств, а на расторжение договора в одностороннем порядке. Пытались забрать оригинал договора. Последний шанс на восстановление справедливости. Ни один пункт в документах не предусматривал возврат заплаченных денег. Но на словах работницы конторы рассказали, как будет проходить процедура. Заявление в течение двух дней будет рассматривать администратор агентства Ольга. На месте ее не оказалось, а называть фамилию коллеги девушки отказались. Эта таинственная особа и решит, стоит ли вернуть деньги клиенту или нет. В случае, если ни один из предложенных вариантов его не устроил, или же по каким-либо другим причинам клиент не заключил договор аренды помещения, информация о котором была предоставлена исполнителем, извещать об этом исполнителя в письменной форме по истечению шести рабочих дней с момента получения соответствующей информации от исполнителя. С какой именно целью извещать об этом исполнителя, в договоре, к сожалению, не указано. И неясно, приведет ли это действие к возврату ранее заплаченных денег. Ведь в день, когда пара заключала договор с агентством, они оформили заказ-заявку, куда внесли необходимые требования в желаемой квартире. Но, как выяснилось, в договор записали просто слово «жилье», а сама заявка якобы потерялась. Поэтому вполне вероятно, что сотрудницы найдут себе оправдание. Варианты, которые соответствуют заказу, были предоставлены. В случае изменения клиентам заказа заявки более двух раз, неточной формулировки, неуказания в заказе заявки всей необходимой исполнителю информации, либо предоставления заведомо ложной информации со стороны клиента, настоящий договор может быть расторгнут исполнителем в одностороннем порядке. При этом стоимость оплаты, произведенной клиентом по настоящему договору, ему не возвращается. Скорее всего, расторжение договора приведет к тому, что клиенту просто прекратят присылать номера телефонов арендодателей. Ведь договор так хитро написан, что найти лазейку для возврата своих денег просто невозможно. Чем закончится проверка агентства, которое подозревается в мошенничестве? Информация, которую нам удалось получить, шокирует? Если обратить внимание на договор, то они заключили договор с человеком, который представляет интересы другого человека. Чем знаменито агентство недвижимости ФЛП «Прятко» и сколько человек они обвели вокруг пальца? Смотрите далее в нашем расследовании. Мы проверили агентство, о котором нам рассказали. Первое, что выдал поисковик в интернете, это многочисленные сайты и форумы с жалобами на работу фирмы, написав название в поисковой строке «ФЛП «Прятко», первая ссылка «Внимание, мошенники». Оказывается, Евгения с мужем не первые, кого обвели вокруг пальца. Конфликт с данной фирмой, судя по комментариям на сайтах и форумах, продолжается с 2013 года. И несмотря на то, что проблема так остро стоит не первый год, в лапы обманщиков все еще регулярно попадают люди. «Прятко» Наталья – это аферист со стажем и крышей. Прокуратура «Очнитесь», кидают людей на деньги. Мошенники чистой воды. Ищу людей, которые пострадали от аферистов «Прятко» Наталья Алексеевна, женщина с фамилией Коваленко и секретарь «Надежда». Агентство кидает людей по поиску недвижимости. Согласно мошенники, деньги не возвращают. Платите за предоставление информации. Но информация неактуальная, неправдивая, хозяева квартир липовые. Жаль денег и времени. Лучше обращаться с реальными агентами и рассчитываться по факту поселения. Внимание, мошенники! Обманным путем берут предоплату за услуги по подбору квартир в аренду от 800 до 1000 гривен. Более 20 дней не могу вернуть свои деньги. Не выполняют ни одного пункта договора. После чего не отвечают на звонки или отключают телефоны. Возникает вопрос, почему они еще на свободе? Куда смотрит милиция, прокуратура и другие органы города Запорожья? Беспредел. Евгений полностью с вами согласен. Аналогичная проблема. Пытался забрать свои деньги. Так и не удалось. Пусть власти за них возьмутся. Идентификационный номер, указанный в договоре, мы решили проверить в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований на сайте Министерства юстиции Украины. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что физическое лицо, прятко Наталья Алексеевна, зарегистрировано в Житомире. Основным видом экономической занятости указано агентство недвижимости. Возможно, предоставление информационных услуг – это попытка сузить сферу деятельности. Но это не единственное направление, в котором имеет право работать Наталья Алексеевна. Агентство недвижимости значится лишь в самом финале списка. Код КВТ-7911 – деятельность туристических агентств. Код КВТ-7990 – надание других послуг бронювания та повязанность с этим деятельность. Код КВТ-5320 – инша поштова та курьерская деятельность. Код КВТ-6831 – агентство нерухомостей, основный. Доказать неправомерность действий агентства очень тяжело, говорят юристы. Ведь в договоре четко прописано, что агентство обязано предоставить информационные услуги, направленные на вселение клиента в жилое помещение. А информацию обязан обрабатывать сам клиент. А в третьем пункте договора «Особые условия» указано, что агентство не гарантирует срочное вселение клиента, так как за действие арендодателя ответственности не несет. Исполнитель не несет ответственность за действие или бездействие арендодателя. Исполнитель не отвечает за условия аренды помещения, в том числе сроки аренды, сроки вселения клиента и иные существенные условия аренды, а также за изменение условий аренды. А сам арендодатель, который, кстати, может оказаться и подставным, может рассказать по телефону что угодно, дабы убедить клиента не снимать его квартиру. И, как написано в договоре, исполнитель, а именно фирма ФЛП «Прятко», вину с себя за такое снимает. Причины, по которым клиент способен вернуть свои деньги, в договоре не прописаны. Зато много пунктов, посвященных тому, почему деньги не вернут. Любому человеку, не обладающему какими-то юридическими познаниями, достаточно и двух минут, чтобы понять, что то, что они подписали, условно можно назвать договором, по которому они что-то вообще могли получить. Почему? Потому что, если обратить внимание на договор, то они заключили договор с человеком, который представляет интересы другого человека. При этом не написано инициалы такого человека, на основании чего он представляет его интересы, какие полномочия у него по представлению такого человека. Следовательно, невозможно даже установить, с кем конкретно они заключили этот договор. Возможно, мошенники рассчитывают на то, что люди зачастую договор не читают. Послушав красивые обещания, бегло просматривают, подписывают и ждут. Чего? Номера телефонов им предоставили. В договоре написали, что не несут ответственности за владельцев квартир. Да и номера могут предоставить чьи угодно. Удастся ли вернуть деньги? Шансов, к сожалению, немного, потому что, опять же, прежде чем заключать договор, необходимо было ознакомиться с его условиями. Гарантии, по большому счету, клиент не получает, к сожалению, никаких. Потому что, согласно тех обязанностей, которые принял на себя клиент, к сожалению, он не предусмотрел никаких вариантов, чтобы вернуть свои деньги за информационные услуги. И, конечно, не забудьте внимательно прочитать, в каких случаях у вас есть шанс вернуть ваши деньги. Может, условий для их возврата даже нет. Если так, то не заключайте сделку. Если бы они что-то сказали, нам непонятно, или мы хотим внести какие-либо условия, изменения в условия такого договора, то, конечно же, это сразу бы показало, что такое агентство не захотело бы дальше работать, не захотело бы прописывать конкретные механизмы возврата этих средств. Рассмотреть заявление девушки агентство ФЛП «Прятко» обещает в течение 10 дней. На момент выхода программы еще не стало известно, вернут ли ей деньги. В любом случае, будьте внимательны и не попадайтесь на махинации. Лучше заплатить лишние 100 гривен юристу и быть уверенным, что связался не с мошенниками. Ведь проблему всегда легче предупредить, чем решить. Необходимо пытаться и бороться. Возможно написать заявление о расторжении договора в связи с тем, что услуги были оказаны некачественно, и уже, как следствие, требовать возврата своих денег. Наказание преступников, как правило, заканчивается на этапе написания заявления в полицию. Деньги остаются у аферистов, и они продолжают заманивать в свои сети доверчивых клиентов. Число обманутых жителей города растет с каждым днем. Будьте внимательны и не попадайте в паутину жилищных махинаций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова